И тут себе отстроить самый мощный, самый огромный, самый непробиваемый замок. Поэтому сегодня будем с вами развивать наше царство в игрушке под названием Castle Wars. С вами, как обычно, Кристаллы. Мы начинаем! Если ты успеешь подписаться и поставить лайк за 5 секунд, то ты будешь спасён и не взорвёшься вместе с этой микроволновкой. Поздравляю, у тебя получилось, а мы начинаем. Но поначалу, понятное дело, замок у меня вообще никакой. Для того, чтобы сделать его более-менее неплохим, нам потребуется набивать уровень. Конкретно можно набивать уровень благодаря тому, что можно собирать вот такую вот экспу, он здесь везде обитает, но также можно получать экспу ещё за сражение с драконами или с другими игроками. Но если вдруг вы подумали, что это единственное, что я могу делать, я могу также стрелять стрелами и атаковать драконов местных. Только проблема в том, что у меня замок очень слабый, поэтому мы особо с вами сейчас с ними повоевать не сможем. Но через небольшой промежуток времени, как только мы с вами обустроимся, например, добавим себе ещё пару башенок, то мы сможем вполне себе драться, так как каждая башенка это дополнительная стрела. А у нас, например, сейчас должно будет вылетать уже пачка стрел. Но этого всё ещё мало для того, чтобы сражаться с драконами полноценно, поэтому желательно было бы набить ещё экспы, но обязательно её сейчас набим. Хотя можно попробовать и сразиться с драконами. Главное, фаерболов не наловить, а то они довольно-таки неплохо дамажат как-никак. А замок у меня ещё не самый прочный, стен у меня оборонительных почти нет, поэтому лучше, конечно же, не сталкиваться с их фаерболами. Но в целом, смотрите-ка, можно даже и победить их. И, ребята, если данная игрушка вам понравится, поддержите лайками. Если набирается более двух астрей, то можно будет поиграть ещё что-нибудь в подобном жанре, или же пройти эту игрушку дальше и построить самый мощный замок, какой только можно себе представить. Так, тут чувак на меня напал, наверное, или не напал, не знаю, так как спугал, а на что я забрал, и пора сваливать тот чувачок помощнее. Всё же прокачан, драться с ним не то, чтобы я сильно хотел бы в данный момент. Так, и можно также усилить помимо наших башен, можно также добавить урона, благодаря тому, что у нас могут увеличиваться вот такие вот стрелы. Теперь мы сами кидаемся топорами. Топоры обладают большим уроном, понятное дело, поэтому топорами стрелять гораздо более выгодно, как бы это странно не выглядело. Так, ладно, давайте-ка урон, наверное, ещё поднимем, насколько я могу. До пятого уровня я поднял, надеюсь, что теперь драконы я завалю очень даже шустро. И, в принципе, довольно-таки шустро я его действительно и валю. Так, всё, он завалился у нас, и теперь главное забрать экспу. Ещё желательно было бы починиться немного, то я довольно-таки побитый и отбитый немного. Так, тут ещё кинжалами начинают в меня кидаться, поэтому лучше я свалю пока что от греха подальше, пока ещё не настолько мощный, чтобы драться с такими ребятами. Кстати, вопрос, я до максимального прокачал. А, и теперь тоже кинжалами буду кидаться. Окей, это хорошо, но дальше нужно замок, конечно, сам по себе качать, потому что замок-то у меня всё рассыпается, всё больше и больше, а драконов тоже становится никак не меньше, хотя я, конечно, их потихонечку уничтожаю, но чуть легче мне не становится. Так, давай-ка быстренько отваливайся уже дракон. Всё, да господи, всё, я тебя уже вынес, ведь. Так, всё шикарно, где-то моя экспа, собираем её, и надо отремонтироваться, то у нас хп вообще нет. Хпшка у нас восстанавливается за счёт того, что мы подбираем также экспу, она потихонечку начинает нас регенеться, поэтому собираем такие штуки как можно больше, и стараемся вообще в основном только их и собирать. Так, вот чувак на меня идёт, если посмотреть по карте, то на меня как раз-таки летит хрень вот эта вот вражеский замок, а сталкиваться с ним я не имею пока что желания, пока я ещё не отремонтировался. Так, давайте ещё добавим вышек, добавим себе хп как-никак, и увеличим ещё нашу огневую мощь в то же время. Так, тут ещё маленькие драконы есть, если их тоже валить, с них тоже можно неплохо получить ресурсов, экспы и всего остального. Поэтому стараемся сейчас тоже маленькие дракошек вырезать, и сейчас прокачаемся ещё немного. Так, всё, он готов, и сейчас у него заберём ещё экспы. Сколько нам дадут? Дадут нормально, даже с маленького дракона дают тоже неплохую экспу. Поэтому и маленькие дракошек тоже желательно выносить. Так, что у нас тут по экспе? Смотрите-ка, здесь можно в принципе неплохо собраться. Оп, собираем, ещё один уровень добавился. Так, добавлю ещё башню, всё же хочу себе замок более полноценный сделать, можно и стены было бы, но пока что, пожалуй, без стен, наверное. Мне и так неплохо. Так, сейчас главное с сюрикенами всеми этими попадать, и не получать урона, потому что хп у меня и так уже не очень, поэтому не хотелось бы получить ещё парочку пенделей себе. Так что стараемся более-менее аккуратненько сражаться. Там в основном вообще весь замес других игроков проходит наверху, но они тут на сервере раньше, поэтому они более прокачаны. Я, пожалуй, сначала наберу мощь, а потом попробую, может, с другими сразиться. А может, буду стараться в основном замок прокачивать свой. Это уже, как говорится, поживём, увидим, как оно пойдёт. Кстати, стрелять можно даже не при полной зарядке, можно стрелять, по идее, просто так, спамить снарядами, но тогда мощь, конечно, будет не та, и снаряды далеко не полетят. Они просто под меня в основном будут падать. Так, всё, завалили ещё одно, вот так вот я могу стрелять. Возможно, так можно делать, если тебя вдруг кто-то преследует, и это, в принципе, неплохая, возможно, тактика. Кстати говоря, я почти что полностью зарегинился, осталось немного. Хотя бы буду чувствовать себя не так плохо, если смогу большую часть завалить этих всех ребят, и полностью буду с восстановленным хп, и это будет гораздо-гораздо приятнее. Так, не буду постоянно переживать за каждый полученный урон, как-никак. Так, чувак, у тебя так-то хп вообще нет, что ты живёшь там вообще? Так, воу-воу-воу-воу, что-то здесь много дракошек всяких собралось в одном месте, надо бы быстро от них избавляться, я думаю. Так, и давайте-ка вон того тоже прифигачим. На всё одного залпа должно вполне хватить. И что у нас там дальше? Кстати говоря, я ещё могу ускоряться, у нас есть возможность спринтовать, как-никак. Замок может у нас летающий ускоряться, это забавно, конечно, но да, такое можно здесь проворачивать. Ух ты, какие странные башенки у меня пошли. Так, что у нас вообще по залпу? Залп у нас с такими сюрикенами, да? Так, я, кстати, играю на втором месте, оказываюсь, и я не настолько плох. 23 уровня я уже получил, значит, в принципе, можно не так сильно бояться с кем-то сражаться и с других игроков. Возможно, а возможно и стоит бояться, не знаю. Всё 90 уровней. Самый страшный здесь чувак, у которого 75-й. И, как-никак, он здесь очень давно сидит, судя по всему, и может вообще всех спокойно выносить. Давайте, кстати, стены начнём добавлять. У меня как-то вообще стен нет у замка. Надо, наверное, хоть немножечко стен набросать. Тем более, что стены это основные хп. Ух ты, я даже кого-то могу подстрелить здесь вполне себе. Так, давайте попробуем хоть одного вынести. Мне просто дико любопытно, что будет, если я хотя бы одного смогу победить. А что мне дадут за это так, если я его вынесу? Если, конечно, тот чувак не вместе с ним играет, он как-нибудь там не защищает его и тому подобное. Так, но пока что вроде получается попадать по его замку. И, возможно, даже я смогу его вынести. Давай-ка иди сюда, я с тобой хочу разобраться. Так, ещё выстрел. Сколько у него хп, интересно? Сколько я его буду бить? Ну, я его вообще затыкал всеми этими кинжалами. Чем я таким стреляю? Короче говоря, похоже на кинжалы в основном. Так, ладно, ещё в упор практически к нему уже стою. Ну, всё равно не могу его надамажить так, чтобы он развалился. Давай, чувак, разваливайся уже. Хочу посмотреть, что будет, если я завалю целый замок. Ничего личного, как говорится, только бизнес. Так, и он готов у нас. Ну-ка, ага, экспа. И в каком объёме? Ну, не сказать, что прям много. С дракона дают, в принципе, не меньше, я бы сказал. Так, чуваку немножко, конечно, заруинил прохождение. Ну, что поделаешь, как говорится. Такая жизнь в этом мире суровая, жестокая. Так, кстати говоря, самый прокачанный чувак отсюда ушёл. Поэтому мне будет гораздо проще теперь хотя бы. Я не буду бояться того самого чувака, который может нас всех на фарш пустить. Возможно, так. Видимо, он уже там до максимума прокачался такой. Ну, не особо мне, наверное, интересно. А нам ещё далеко прокачиваться. Поэтому будем прокачиваться дальше. Хочу хотя бы стены завершить вокруг нашего замка. Уже было бы неплохо. И, ребята, говорю, если игрушка понравилась, поддержите лайками. Более 2-3 набирается. Обязательно будем проходить дальше. Либо что-нибудь ещё в подобном жанре найду. Поэтому лайк обязательно поставь. Так, ну вот, уже начинает вырисовываться какой-то замок, как-никак. Королевство небольшое. У нас наша крепость появилась. Так, да чё, одного залпа уже стало хватать. У меня, типа, за счёт урона, за счёт левела ещё и урон увеличивается, возможно. Такую тему я чуть не особо думал. Ну, кстати, да, я практически, смотрите, просто всё хп ему за раз выношу. Правда, и у меня все башни развалились, надо бы хп-шку себе подрегинить. А то на полуразвалившемся замке тоже летать не особо хочется. Надо бы зарегиниться. Либо более аккуратно отстреливаться. Где там противники-то я никого не вижу. Где этот дракон-то? Сейчас он прям мне в задницу зарядит свой залп драконии. И мне будет вообще не весело. Так, ещё один выстрел. Давай, я сейчас буду аккуратно. Мне всё же нужно, как-никак, это... Восстановить жизни, поэтому будем не так сильно стреляться. Вот мне, кстати, интересно. Если я вот так вот буду спамить снарядами, то внизу дракона просто за секунду размажут, или как? Если вот так вот я буду делать. Сколько я урона ему наношу? Ну, в принципе, тоже имеет место быть такая тактика. Можно попробовать на каких-нибудь более больших драконов провернуть такую тему, как будто бы я его заспамлю просто тонной снарядов, когда он будет прямо подо мной, да? Так, где он там? А, вот он где. Так, окей. Главное только саму не налететь на эти снаряды. Так, я пока что спамлю, 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 спамлю. И что, я его заспамил, нет? Походу, да, смотрите. Слушайте, а можно и так стрелять? Не обязательно именно извращаться, как я до этого делал. Оказывается, есть более простые методы решения этой проблемы. Так, у нас уже, кстати говоря, почти косарь ХП, поэтому я довольно-таки прочный замок. Уже большой, но недостаточно. 30 уровень. К сожалению, здесь только один замок остался со мной, поэтому я встал только замок, смогу прокачивать. Других противников у меня нет. И вообще никого не осталось. Куда все вышли? Я только замок начал прокачивать. Только я думал, сейчас сражусь с каким-нибудь соперником достойным битвы со мной, но, видимо, не сегодня у нас. Ну ладно, так, надо замок починить, а то мне не нравится, что у нас развалившийся. Сейчас всех драконов покараем! Замок уничтожитель драконов, как-никак. Блин. Кстати, неплохая тема, сама по себе. Прикольно было бы такое увидеть, знаете, типа, в 3D на каком-нибудь нормальном, там, более допильном движке, как вариант, тоже бы наверняка выглядело неплохо. Так, что там у нас один дракончик? Так, на тебе залп. Так, уже 50 урона, кстати, могу снести одним залпом. Хотя вроде и до этого сносил 50. Если мне память не изменяет, то, скорее всего, она не изменяет. Так, ух ты, у нас уже замок начинает преображаться в песчаный новый вот этот он стиль, который как новые башеньки у нас должны были быть. Там прокачка потребуется не слабой, чтобы все башни нам качнуть. Я пока что стенки хотел доделать. И стенки мы в целом с вами доделали. Так, где там остались парочка драконов? Где-то вот здесь, да? Так, ну все готово. В общем, ребята, если вам захочется увидеть, что же будет еще в дальнейшем у нас тут происходить, что же здесь будет еще интересного, то лайк обязательно поставь, потому что, благодаря лайкам, выходит продолжение, или, по крайней мере, я знаю, что вам нравится. Поэтому обязательно лайк поставь. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, заходите в мой дискорд-сервер в описании, ссылочка на него также есть. И в комментариях, скорее всего, в закрепе тоже есть. Станетесь спонсорами, поддержите мой канал. Это очень будет приятно. Смогу делать больше всяких интересных штук, да и вы получите свои бонусы. В общем, всем удачи, всем пока, с вами был Кристалл, всем пока. Если ты хочешь, чтобы твой комментарий попал в ролик, или же ты хочешь, чтобы твое имя было в титрах, то ты можешь оформить спонсорскую подписку. Вся информация по ссылке в описании находится.